Четыре магически невероятные нейросети для маркетплейсов и для тех, у кого есть интернет-магазин. Итак, друзья, поехали, расскажу по порядку. Первое, что нужно отметить, какую работу вообще на себя могут взять нейросети и где они хорошо работают, а где не очень хорошо работают. Конечно же, создание маркетинговой стратегии, продуктовой матрицы, даже логотип они могут нарисовать за вас, исследование целевой аудитории, написание названий товаров и создание описания товаров. На самом деле, самую большую рутинную работу они, конечно же, могут взять на себя. Но и это еще не все, они могут взять на себя еще и творческую часть, то, что касается маркетинговой стратегии и как продвигать ваши товары. И даже больше того, за пределами самого товара и карточки товара, это создание скриптов для ответов на вопросы и рекламации. И сейчас по шагам я покажу, как это все делается. На самом деле, подробно мы это разбираем на курсе, ссылку я привел ниже. И там же вы можете получить 200 нейросетей, которые можно использовать здесь сейчас. А сейчас топ-4 самый популярный. Первое это чат GPT и создание продуктовой матрицы с помощью него. Мы просто пишем ему, составь продуктовую матрицу, например, для детских новотрасников. И он составляет, причем он прописывает, а что там должно быть за параметр и так далее. Дальше я говорю, а теперь создай несколько вариантов этого же продукта и заполни ячейки. И он заполняет это в виде таблицы уже с параметрами. Обалденно, скажете вы. Да, я соглашусь, это очень круто. И двигаемся дальше. Следующее, я ему прошу придумывать несколько названий для этого. Он придумывает название. Я не скажу, что это просто там верх креатива. Я работал в рекламных агентствах, да, можно придумать и лучше. Но, тем не менее, для начинающего товара, если вы только запускаетесь, это просто решает огромное количество проблем. Можно же попросить не 10, можно там 200 этих названий. И да, у него может быть не совсем просто с русскоязычными названиями. Но, тем не менее, это даст вам пищу для размышлений, идеи, как это можно внедрить дальше. А это очень хорошо. Двигаемся дальше. Название продуктов на маркетплейсах. Обратите внимание, он прям прописывает, как это нужно написать для того, чтобы это продавалось. Более того, я иногда его прошу сказать, как если бы он написал это для магазина Amazon. Потому что он все-таки берет в основном зарубежные базы и может оттуда подкачать полезные вещи. Ну и, безусловно, описание товаров, то, что чат GPT сделает мгновенно и быстро. И вот теперь самое обалденное. Это мы говорили про первую нейросеть, которая вроде бы все сделает. Что же может быть еще круче, чем это? Может быть дополнение. А и PRM для Google Chrome. Оно позволяет гораздо более точные запросы получить здесь и сейчас от чат GPT. Вы просто устанавливаете это дополнение для Google Chrome и после этого в один клик, да, то есть здесь нужно придумывать название, здесь нужно писать какой-то текст. А как мне написать этот текст? Как мне придумать, что спросить у чата GPT, чтобы он именно это написал? Конечно, можно взять скриншот у Павла Лебедева на видео и это тоже сработает. Ну так вот, ARPRM, там уже подготовлены тысячи таких запросов, которые вы можете просто найти, взять и использовать для того, чтобы создать описание карточки для маркетплейсов. Просто вводите marketplace и он находит вам все запросы, связанные с этим. И вуаля, у вас уже есть маркетолог, стратег, да кто угодно. Это просто обалденная вещь, настоятельно рекомендую. Номер три, это нейросеть, которая называется MidJourney. Наверняка уже слышали про MidJourney, она создает изображение для товаров. Но как ее использовать? Вы можете найти классный товар, похожий на ваш продукт, а потом закинуть его в MidJourney и включить функцию Describe. И он опишет то, что видит на картинке, словами, фактически промтом, запросом для MidJourney. И дальше вам останется нажать на одну из этих четырех кнопочек, что наиболее подходит для этого. И вот что получается. Мы кликаем на первый вариант описания и он, смотрите, какие картинки нам генерирует. То есть, если это было чужое произведение, мы не могли его использовать, то это уже 100% наше произведение, наша фотография товара. Мы можем ее использовать. А если захотели, то в описании можно даже цвет чуть-чуть поменять, для того, чтобы это было наше. И за счет этого вы можете кастомизировать описание. По-моему, это бомбически божественно. Я протестировал все остальные. Он тоже что-то создает и в целом даже неплохие варианты. И нейросеть номер 4, которая просто бум, взорвет ваш мозг. Она создает изображение для маркетплейсов в один клик. Что мы делаем? Мы берем, например, стиральную машину, добавляем, в какой стилистике это должно быть. И он расставляет эту стиральную машину, погружает в какое-то пространство, которое вы ему описываете. И в этом, конечно, бомбически представляете великолепные вещи. То есть, вы можете просто сказать, я хочу, чтобы мой продукт был на вот таком-то фоне. Все, она создает, чтобы это было на этом фоне. По-моему, великолепно. Так что, друзья, на этом с вами был Павел Лебедев. Всем хорошего дня, успешных продаж и до встречи на курсе.